«Очень долгое путешествие» или «Инь и Ян». Автор Яна Соловьёва. Путь в Верген. Глава 15. На Марийке. На следующее утро мы с Геральтом выбрались на тракт. По дороге я пытала его. Кого могла иметь в виду Айли Рен? Геральт, я не очень понимаю насказание. Почему Айли Рен не могла прямо сказать, кому мне отдать розу? Когда придёт момент, ты будешь точно знать, как это работает. Но ты сам как думаешь, я должна отдать розу Йорвиту? Хм, не уверен. Он слишком молод по эльфейским меркам. И он как раз из тех, кто шёл за такими, как Айли Рен. Дорога привела на скожевлённой фактории Карнат, на берегу Ликсели. Поселение было огорожено массивным чистоколом. По дороге пылили гружённые телеги. На обочине торговки разложили, на деревянных ящиках свои товары и хриплыми голосами зазывали клиентов. Дела тут идут бойко, заметила я. Сюда привозят товары со всего восточного Каэдвена. А потом по Ликсели сплавляют их в Тимерию и Реданию. А почему именно сюда? Выше Карната Ликсель не судоходно. Там броды. А отсюда, при желании, можно спуститься до Новиграда. Мы неспешно спустились по главной улице к пристани, где было пришвартовано единственное массивное одномачтовое судно. «Торговый кок», – пояснил Геральт. «Пойдём поищем капитана». Мы спешились и протиснулись сквозь вереницу грузчиков, которые носили мешки на полу. Вокруг судна с криками летали чайки. Геральт уверенно вёл на корму, откуда раздавались громогласные команды. Мы поднялись по ступеням на ют, и перед нами во всей красе предстал источник звука. Капитан был едва ли не выше Геральта Ростом, но в пару раз шире, а в области талии так и втроем. Рубаха на могучей груди была расстёгнута, открывая нам изогнутый латунный свисток на толстой цепи и густые заросли, которые обладатель груди с наслаждением почёсывал. Та часть лица, которая была видна из-за кучерявой бородищи, могла принадлежать профессиональному боксёру, который очень много пропускал ударов в голову, и выглядела устрашающе. Но сквозь щёлки опухших век на нас глядели весёлые глаза. «Ахой! Капитан Марийки! Ондер Жук!» представился он и пожал Геральту руку. «Чем обязан?» «Геральт из Риви. Ведьмак. Ищу судно до Вергена». «Сколько груза?» «Два человека с лошадьми. Груза нет». «А лошади чай не груз? Плюс фураж. Пятьсот марок и по рукам. Но только до Вергена. В хаги беру набор купцов». Геральт поморщился. Цену веселый Ондер заломил чуть ли не втрое. «По рукам». «Ведите лошадей на нос и сами туда же. Место осталось только на палубе. Бабки вперёд. Отчаливаем в рынду». Мы перевели лошадей на борт и привязали на носу. В этот раз туча показала себя умницей и ни разу не заортачилась на узких деревянных сходнях. Пристроив лошадей, мы вернулись на берег. Я шёпотом пыталась узнать у Геральта, сколько времени до отплытия. «В полдень отплываем. У нас есть время поесть в деревню». Мы вернулись на главную улицу и завернули в ближайшую таверну рыба и бочка. Строго соответствуя названию, внутри стоял запах жареной рыбы. Миловидная кругленькая хозяйка таверны возникла рядом. «Присаживайтесь, хорошие мои. Сегодня караси свежие, только утром поймали». Через минуту на столе появилось ледяное пиво. А через десять хозяйка принесла огромную шкварчащую сковороду и поставила между нами. «Где вы остановились, голубчики? Вижу, вы с дороги». В исполнении этой женщины даже уменьшительно ласкательные были такими же милыми и естественными, как и она сама. «У меня комната есть хорошая, с видом на реку». Однако голубчик Геральт ответил с таким видом, будто съел лимон. «Благодарю. Мы отплываем скоро». «На морейке-то? А, значит, с Андрой нашим познакомились уже. Он из местных, из села. Служил в бурой хоругве, да после битвы под Бренной вернулся. Чисто фарш по кускам собирали». Разговорчивую хозяйку было не остановить. «Остепенился, женился. Старый кок армейский по связям купил. Теперь грузы возит». Ее внимание переключилось на новых посетителей, а наши на сковороду зажаренных под прессом карасей. После дорожной сухомятки они казались мне блюдом богов. Расправившись с едой, мы стали не спеша коротать время за пивом. Я разглядывала посетителей. В основном это были работники всех мастей, да группа краснолюдов-ремесленников. Я старалась не глазеть на них слишком откровенно, но не могла удержаться. В этом мире я видела краснолюда впервые. Я блуждала взглядом по залу, когда мое внимание привлек человек, сидящий спиной к окну. Лицо его скрывал капюшон, но казалось, что он неотрывно наблюдает за нами. Геральт легонько пнул меня под столом. Я спохватилась и стала смотреть в кружку. «Ты заметил того странного персонажа?» – спросила я Геральта на обратной дороге. «Да, а он заметил, что ты заметила, что он за нами наблюдает». Мы пробрались по палубе через тюки. Бочки и сундуки к нашим лошадям на нас лодки. Штабелями груза мы оказались отгорожены от остальных пассажиров, что нас вполне устраивало. Погрузка завершилась. Капитан залихвастки дунул свисток, в колокол ударили три раза. Огромный квадратный парус набрал ветер. И Марийка отправилась вниз по реке. Геральт ушел толковать с капитана, а я взобралась на гору из деревянных ящиков и смотрела на реку, лесистые берега. Потом стала наблюдать за работой матросов и за попутчиками. Мое внимание привлекла семья эльфов, устроившаяся недалеко от мачты. Как и краснолюдов, эльфов во плоти я видела впервые. Муж, жена и ребенок лет шести. Я не знала, как быстро растут дети эльфов. Сидели в круге из баулов, сундуков и свертков. Они были одеты впросто, но элегантно скроенные длинные кафтаны светло-зеленых оттенков и кутались в плащи. Головы взрослых закрывали капюшоны, а у дочки сквозь мягкие волнистые волосы виднелись острые ушки. Она сидела на палубе и раскладывала узоры из стеклянных бусин. Дверь в кормовой каюте отворилась, и я чуть не упала со своего наблюдательного пункта. Из проема двери щурясь на солнце показался давешний человек из корчма. Он откинул капюшон, по плечам рассыпались волнистые светлые волосы. Укрутил головой и пошел к капитану, разговаривающему с Геральтом. Я изнывал от любопытства, и чтобы время прошло быстрее, занялась чисткой лошадей. Склянки пробили четыре раза, когда наконец появился Геральт. Он был не один. Таинственный светловолосый незнакомец склонил в приветствии голову и протянул руку. Мельком взглянув на Геральта, я протянула гостю руку для рукопожатия. «Александр». Взяв мою ладонь, он прикоснулся к ней губами. «Яна». Я кивнула, чувствуя себя неоттесанной деревенщиной. Геральт с усмешкой наблюдал за церемонией знакомства. Наш новый знакомый присел на один из ящиков. Из-под полы плаща показались богатые изукрашенные ножны меча. Все расселись, а я продолжала незаметно рассматривать Александра. Ибо смотреть было на что. Голубая кровь. Первая мысль, что приходила в голову при взгляде на него. Аристократическое лицо с высоким лбом, правильные черты лица и чувственные губы. Бупе с волнистыми светлыми локонами, которые он успел перехватить черным ремешком. Все напоминало прекрасные лица античных героев. «Ты сказал, что у тебя есть дело». Начал Геральт. «Да, я путешествовал в Аркаррек с поручением от короля Стенниса. Но это между нами. На борту этого судна я инкогнито». Геральт хмыкнул. Трудно сохранять инкогнито. Имея айдирнский акцент. И занимая лучшую каюту. О, наш дорогой капитан. Человек широких взглядов. Вы знаете, что он вернулся героем после битвы под Брен. После этого Айдирн и Каэдвен стояли одним фронтом против герцога Даги. И сейчас он мудро придерживается нейтралитета. Как будто бы не было битвы под Вергеном, испепелившей бурую хоругви. Тем более, что сейчас королю Хэнсельту и юному монарху Стеннису не до вражды. «Конечно», – насмешливо сказал Геральт. «Свободная долина Понтера под руководством Саски им обоим как кость поперек горла». «Можно сказать и так». Александр достал белоснежный платок и изящно приложил к абсолютно сухому лбу. «И тут я хотел бы перейти к делу». Он помолчал, аккуратно сложил платок. «Еще будучи принцем, король Стеннис встречал тебя в Вергене, незадолго до битвы Айдирнской девы с Хэнсельтом». Геральт кивнул. «Стеннис высоко оценил твою помощь и защиту от разъяренного быдла. Если бы не ты, они учинили бы самосуд». «Я до сих пор не уверен, что поступил правильно», – мрачно произнес Геральт. «Принц Стеннис был замешан в отравлении Саски. Я глубоко уверен, что это не так», – уверенно возразил Александр. «В любом случае, спасение жизни принца дало Айдирну новую надежду на стабильность. Иначе стране грозила бы незавидная судьба Тимири». «Я рад за Айдирн», – проворчал Геральт. «Но при чем тут я?» «Король Стеннис хотел бы пригласить тебя ко двору, как свою правую руку. Некогда ты был ею для Фольтеста. Я знаю, что лучшие люди посланы на поиски Айдирнской чародейки Янифер из Венгерберга. Вместе вы могли бы составить блестящую команду при дворе». Геральт замер. Наконец, он медленно покачал головой. «Мой путь не лежит, Ваэлья Дима». По красивому лицу нашего гостя промелькнула тень разочарования. «Что же, мои надежды уговорить тебя с первого раза не увенчались успехом». Он поднялся. «Однако, я буду пробовать еще. Возможно, ты изменишь свое мнение». Он повернулся ко мне, поклонился. «Мое почтение», – кивнул Геральту, развернулся на каблуках и ушел. «Молодой дурак», – буркнул Геральт, когда наш посетитель скрылся в своей каюте. «Стеннис так плох?» «Он не то что плох. Он никакой. Жидкое говнецо, у которого нет никаких достоинств, кроме королевской крови, к которой он кичится». «А этот Александр показался мне не таким уж ужасным», – задумчиво сказала я. «Он, конечно, весь такой рафинированный и аристократичный. Он дурак», – опять повторил Геральт. «Он построил в мозгу картинку о благородном короле и верных рыцарях. И сам же в нее верит. С высоты таких иллюзий обычно очень больно падать». На ночь громогласный Ондра приказал поставить кок на якорь. Ветер стих, сырой, с легким запахом тины, речной воздух опустился на палубу. Я растянулась на шкурь, смотрела на незнакомые звезды и отчаянно скучала их по Эскель. Утром парус все еще безвольно висел, ветра не было. Капитан показался на юте, облизнул палец, повертел им в воздухе. Недовольно покачал головой и спустился на палубу. «Эй, девчушка, вот сюда!» Зычно гаркнул он в сторону эльфийской семьи. Мужчина-эльф резко вскочил и заслонил с собой семью. «Да ты не ерепенси! Дело у меня к твоей дочке!» Прогудел Ондра. «Какое может быть дело к маленькому ребенку?» Мелодичный голос эльфа звучал жестко. «Так ветер зазывать будем!» Капитан наклонился к эльфу и заговорчески пробосил на весь корабль. «Девственница, понимаешь, нужна! А где в этом поганом мире девственницы еще остались, чтоб постарше детей? То-то и оно! Можешь рядом стоять, не боись!» Из-за спины отца с любопытством высунула нос давешняя эльфийская малютка. Ондра пушировал в кармане штанов. «Во, сахарок кусок, отдам как заработаешь!» «Отсюда к мачте! А теперь скреби ее ногтями, будто ты драный кот!» Девчушка засмеялась, побежала к мачте, начала перебирать пальчиками по дереву и ласково замяукала. «Не, давай скреби как вампир, как Брукса, чтобы ее черти драли! Сильнее!» Скомандовал капитан. Девочка растопырила пальцы, зарычала тоненьким голоском и под смех команды и пассажиров несколько раз провела ногтями по мачте сверху вниз. «Готово! Вот твой леденец!» Ондра обвел всех грозным взглядом. «И чтоб никому не свистеть, за борт выкину!» Магия это было или совпадение, но через пару минут парус затрепыхался на ветру. Матросы кинулись по местам и с попутным бризом Марийка отправилась по реке дальше. Девочка расхрабрилась и забегала по палубе, сопровождаемая возгласами благодарности. Мы развалились у сидельных сумок и предавались безделью. «Поиграй со мной!» Вдруг раздался рядом нежный голосок. Я обернулась. Эльфийская девочка выглядывала из-за ящика. «Залазь сюда!» Я поманила ее рукой, пристала и успокаивающе махнула ее маме, что девочка у нас. «Меня зовут Несса!» «Серебрянная змея!» Важно, сказала Несса. «А это мои детки. Они еще яйца, им очень холодно». «Тогда я буду папа, белый дракон». «Нет, папа будет он!» Она ткнула пальчиком в сторону Геральта, который в полоборота щурис на солнце смотрел на нас. «Он весь белый, а ты будешь Айни». «Кто-кто?» Опешила я, вновь услышав это слово. «Ты будешь Айни. Огонь по-нашему. Имя у тебя похожее. Тебе надо согреть моих деток». «Я как могла изобразила греющий огонь. Несса была счастлива». «А теперь они вылупились и поползли искать новый дом, прямо как мы». «А что стало с вашим прежним домом?» Крадчево спросил Геральт. Девочка вздохнула. «Плохие люди выгнали папу с мамой. Мы едем к деве дракона-убийце. Говорят, она всех принимает». Девочка хитро посмотрела на Геральта. «Вот если бы у нас взаправду был белый дракон, он бы нас защитил». Геральт завозился и стал шарить в сумке. «На, это тебе. Дракон не белый, но вдруг он тебя защитит?» Он вложил в ладошку девочки крупную восьмиугольную монету. «И правда, с одной стороны дракон». «Это монета из самой Зарикании. Там водятся драконы». Несса взвизгнула от восторга и побежала хвалиться родителям, забыв все свои бусины. Довольный Геральт откинулся обратно на сумки. «Беженцы. Слава Саски бежит далеко». Несса вернулась и до обеда мы с ней играли. Неожиданно на нос пришел сам капитан. Облокотился на ящике, одобрительно посмотрел вокруг. «Через пару склянок. Банглиан. Небольшая остановка. Геральт, как встанем на ночь? Приходи в мою каюту. Думаю, сегодня турнир по гвинту устроить. Этот айдирнский хлыщ так и напрашивается, чтобы его хорошенько ощипали». «Хм-хм-хм». Геральт хмыкнул и кивнул. В Банглиане стояли и правда недолго. Пополнили запасы воды, да взяли пассажиров. На борт взошло с десяток солдат. На груди у каждого красовался вставший на дыбы единорог. Геральт тихо вырыгался. «Кайдвинская солдатня. Судя по всему, увольнительная». Солдаты и правда вид имели довольно расхлюстанный и уже были явно навеселе. Они вольготно расселись на палубе, потеснив других пассажиров. Капитан вручил им внушительных размеров бутыль. «Ильфгардская лимонная. Выпейте, братки, за то, чтобы черные сдохли». Водку кайдвинцы встретили одобрительным гулом. Они пожимали капитану руку, он хлопал их по плечам. Ондра был рад своей. Незадолго до заката мы вышли из Ликсели в Понтер. Река стала шире раза в три. Ровный ветер гнал нас вперед. Однако к ночи он опять стих, и судно поставили на якорь. После наступления темноты Геральт отправился играть. Соседи от стадии скабрезных анекдотов перешли к стадии песен. И неизвестно, что звучало хуже. Я сел умедитировать, чтобы не слышать их. В тот момент, когда мне практически удалось отключиться, мой рот зажал рука. А в бок уперлась острия ножа. «Не рыпайся, сучка. Один звук, и заткнешься насовсем». Тяжелая тушина валилась на меня. В лицо ударило вон чеснока и перегара. Меня повалили на спину. Я постаралась задеть сапогом ящик, чтобы создать хоть какой-то шум. За песни меня не было слышно. Однако маневр не ускользнул от внимания нападавших. «Малыш, держи ее», – скомандовал первый. «А я посмотрю, что этот вергенский хер тут везет». В грудь уткнулось массивное колено. Над ним нависло брюхо, обтянутое кайдвенской формой с единорогом. «Что вам нужно?», – прошипело я. «Закройся», – бросил первый. «Я узнал твоего хахаля. Он был в Вергене под знаменами этой выскочки Саски. За его голову дадут жирную награду». Я лихорадочно пыталась придумать выход из положения. Сложила аксий. И отвратительный, нависающий на меня малыш зашатался. В следующий момент в лицо мне прилетел кулак третьего солдата. «Да брос, ручок. Держи ей руки». Левую ладонь раздавила подошвой сапога. Малыш пришел в себя. Поставил вторую ногу мне на правую ладонь и с размаха ударил меня по лицу. Я ударилась головой о палубу. Перед глазами поплыла красная марева. «Ах ты, сучка, еще брыкается». Первый бросил нашу поклажу и стал развязывать пояс на штанах. «Давай-ка для начала с тобой поиграем». Под одобрительный гогот остальной пары он попытался содрать с меня штаны. Я выворачивалась и брыкалась. Вдохнула, чтобы крикнуть, но мне прилетел третий удар. Ярость застила глаза. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу насильников». Ногами я молотила, куда придется. «Вот бесноватая». С расстановкой проговорил малыш. Медленно занес руку для следующего удара. Я поняла, что он станет последним. Малыш на секунду замер с поднятой рукой. Схватился за горло, изо рта полилась струйка крови и повалился на меня. Мои руки свободны. Отталкивая от себя его тушу коленями, я увидела Геральта, который всадил нож по рукоять с тручку в бок. И с разворота нанес удар кулаком зачинщику. Песня у костра резко стихла. Остальные солдаты бежали к нам. Я прыжком поднялась на ноги, развернулась в сторону неудавшегося насильника и с наслаждением выпустила Игния ему в расстегнутую мотню. Он заорал. Я переместила струю огня на лицо, добавила левой рукой арм, и кайдвенец спиной вперед полетел замок. Я подхватила меч и прикрывала Геральта, не давая зайти к нему с тыла, пока он с быстротой молнии вырубал одного солдата за другим. Вот и последнее тело перевалили за борт, разогнулись, посмотрели друг на друга. «Цела?» – резко спросил Геральт, кивнув на залитую кровью рубаху. «Да, это не моя кровь». В наступившей тишине мы увидели, что из-за ящиков на нас глазеет толпа народу. Старшие эльфы, Александр, матросы. Ондер растолкал зрителей и вылез вперед. Осмотрел место драки, пристально посмотрел мне в глаза. Я твердо выдержала его взгляд, хотя мой вид в окровавленной рубахе с разбитым лицом явно оставлял желать лучшего. «Притянуть судно к берегу и спустить сходни!» – скомандовал он. Геральт взглянул на меня, и мы стали навчачивать лошадей. Когда судно приблизилось к обрывистому берегу, и матросы перебросили мостки, капитан повернулся к нам, посмотрел из-под лобби. «Убирайтесь!» – сказал он глухо. Мы молча перевели лошадей, сходни втянули назад. Из-за борта выглянула маленькая фигурка и замахала нам рукой. «Это Несса позвала меня к тебе на помощь!» – нарушил молчание ведьмок. Я помахала в ответ. Марийка стала медленно отдаляться от берега к темноту. Редактор субтитров А.Семкин